Привет, ребят! После 8 лет эволюции, насколько далеко ушел iPhone 6s от своего прародителя первого поколения? Первое, что бросается в глаза, это насколько мало изменилось. Очевидно, что Apple решил вернуться к корням в 2007 год и сделать дизайн в традиционном стиле, поэтому первый iPhone выглядит таким знакомым. Новый iPhone больше и тоньше, но у обоих одинаковые изгибы. Выглядит так, будто кто-то расплющил первый iPhone и получился 6s. Что совсем не впечатляет, так этот 3,5-дюймовый дисплей с разрешением 320х480. Он абсолютно работоспособен, но положив новый и старый iPhone рядом, видно, насколько далеко ушли дисплеи современных смартфонов. Также у первого iPhone есть несколько причуд. Например, разъем для наушников, который довольно глубокий, из-за чего некоторые наушники не подходят. Но в сравнении с другими телефонами того времени, iPhone сделан невероятно хорошо. Что было интересно мне, так это будет ли работать iPhone в наши дни? Первое, что нужно сделать, подключить телефон к сети. С помощью адаптера NanoSIM он легко подключается к мобильной сети, но она ограничена технологией Edge. Но вы все равно можете писать сообщения, как и на любом другом телефоне. А небольшой размер iPhone делает его удобным для звонков. Передача данных очень медленная через 2G. Но если у вас хватает терпения, то вполне себе можно пользоваться. Подключение к Wi-Fi также поддерживается. Большое преимущество 6S – приложения. Первый iPhone обновляется только до iOS 3.1.3, что означает недоступность большинства приложений в Apple Store. То есть не запустятся приложения, вышедшие за последние несколько лет. Можно найти в Store несколько аутскульных игр и приложений, но в основном придется пользоваться браузером. Стандартные приложения напоминают в работе Google карты. Для YouTube придется использовать веб-проигрыватель, который временами подтормаживает. Отбросив приложения, основное различие между новым и старым iPhone – скорость. В некоторых аспектах первый неплох. Листание сайтов в Safari довольно гладкое, и зумирование работает отлично. Когда же дело доходит до загрузки сайтов, то здесь колоссальная разница. 6S быстро как молния по сравнению с iPhone эпохи 2007 года. Хотя ядро iOS тех времен очень схоже с современным. В первом нет очень многих функций, добавленных за эти годы, как, например, многозадачность. Уведомления будто из каменного века, а такая простая операция, как смена фона, просто не была добавлена тогда. Скромная 2-мегапиксельная камера не сможет поставить каких-либо рекордов среди камер смартфонов, но она вполне пригодна к использованию. Здесь нет ручной настройки, так что получайте то, что получилось. Однако при хорошем освещении снимки получаются неплохие. Все фото получаются будто обработанные какими-то странными фильтрами в Инстаграм. И в сравнении с 6S там, ну в общем, нечего сравнивать. Видеосъемки вообще нет. Но хочу сказать, что работать с такой ограниченной камерой прикольно в некотором роде. Осознавая то, насколько сильно развились технологии за последние 8 лет, 6S бесспорно лучше. Удивляет то, насколько хорошо держится первый iPhone. Дизайн до сих пор выглядит современным, и в основном телефон может все, что могут современные телефоны. Только значительно медленнее. На этом у нас все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Увидимся!